Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас уже пятница, 14 июня 2024 года. В этих новостях я хочу вам рассказать про историю долгосрочной стабильности Латвии. Будет ли в Латвии снова повышен пенсионный возраст? Разбираемся поподробнее. Послушайте внимательно. В некоторых странах Европейского Союза пенсионный возраст превышает 65 лет. Превышает, запомните. Например, в Германии 68 лет. Могут ли произойти изменения в определении пенсионного возраста в Латвии, учитывая, что со следующего, 2025 года, возраст выхода на пенсию у нас уже составит 65 лет. Как женщинам, так и мужчинам. Но это вопрос. Будет ли? И могут ли повысить? Давайте дождемся пока того, как пенсионный возраст достигнет 65 лет. Стабильность социального бюджета сейчас достаточно хорошая. Поэтому мы не видим причин для дальнейшего повышения пенсионного возраста. Это заявил в интервью Нэд Кариги бывший министр благосостояния Улдис Аугулис. По его мнению, сейчас не время и нет необходимости повышать пенсионный возраст. Текущая ситуация с социальным бюджетом обеспечивает устойчивость пенсии. Есть страны, в которых пенсионный возраст уже выше. Например, в Германии 68 лет он составляет. «Каждая страна оценивает возраст выхода на пенсию в зависимости от ситуации в стране, чтобы гарантировать выплату пенсии за счет социальных взносов». «Это история долгосрочной социальной стабильности», сказал господин Аугулис в интервью. Ну, вы, наверное, слушали внимательно, надеюсь, и слышали, что сейчас, как он заявил, по его мнению, сейчас не время и нет необходимости повышать пенсионный возраст. Это сейчас я, друзья, комментирую. Новость закончилась. Она небольшая, коротенькая. Я решил эту новость вам все-таки предоставить и рассказать мнение, потому что бытует очень много, ну, в смысле, много разговоров, что нету доверия к правительству, нет доверия вообще. И, ну, нету доверия. Доверия. Даже вот про индексацию. Вот сегодня выйдет видео у меня про индексацию пенсии. Вы посмотрите. В прошлом году что они говорили? Позапрошлом что они говорили? Заложено в бюджете. Уже индексация будет. Ну, и даже разговоров не должно было быть. Заложены. Уже деньги были, все, заложены в бюджете. Про индексацию я имею в виду. Не надо другое там что-то нам сейчас, правильно, городить. Индексация интересует основной части населения пенсионеров. Индексация пенсии. А тут уже даже, уже разговоры. А разговоры и обсуждения у них там наверху, что якобы даже может и не состояться индексация. Как же так? Как же так? Я в той новости хотел сказать. Ну, очень большое, большое видео. Ну, очень большое. Потому что очень тяжело. Ютубу не приветствуются эти большие сильно. Ну, понимаете, друзья, почему, да? Вот эти сильно большие там 40, 50, 60 минут, часовые, полтора часовые. Это целые художественные фильмы получаются. Но все равно большое видео тогда у меня получилось. Вот. Вот если я вам сейчас вот это видео делаю, друзья, вот сейчас я сижу перед вами. А то видео у меня еще не обработалось. В монтаже я ее обработал, но тоже долго. Но, ну поймите, я не оправдываюсь, я говорю, как есть, чтобы понимали. Так вот, в бюджете были деньги заложены. Все, как говорится, обработано, все договорено, что индексация по-любому будет. Деньги заложены. А как же так? Почему уже идут разговоры, что может индексация не состояться? В связи с чем это связано? С чем это связано? Ой, как клубок сейчас начнется. Я дальше не буду говорить, друзья. Уже недобор налогов в этом году из десятки миллионов. Я вначале как-то, помните, говорил вам, по-моему, в прошлом или позапрошлом месяце, уже немножко подзабыл. Ну вот уже полгода, друзья, мы отжили. Первые три месяца уже был недобор. Несколько десятков миллионов евро налогов. Естественно, в бюджет налогов. Да, 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 да. И что получается? Опять кинут, в кавычках, обманут пенсионеров. Это что это за такое? Что это за такое? Значит, что? Залезли опять туда? Сами же сообщали. Я вел новости, я вел новости, друзья. Я в прошлом году говорил, что индексация будет, по-любому будет, потому что деньги заложены уже. Все, все. В бюджете выделены на индексацию пенсий каждый год. Ну, один раз. Но там хвалились два раза. Там, знаете, выскочки были. Лишь бы только туда залезть, пролезть и лишь бы себя прорекламировать. Все буду заканчивать, друзья. Повторяю, вы послушали про то, что будет ли в Латвии снова повышен пенсионный возраст. Ну, это, как говорится, тут история долгосрочной стабильности у нас. Так и хочется добавить, денег нет, но вы держитесь. Так же самое, как во второй пенсионный уровень. Помните, как они дербанили его до сих пор? По-моему, и до сих пор дербанят, друзья. Пенсионный уровень. Страховой, да. Спасибо вам большое за поддержку нашего канала. Поставьте лайк под видео. Подпишитесь на наш канал. Поделитесь в социальных сетях. Просто так с друзьями. Напишите комментарий, любой поддержку нашего канала. Ну и что вы думаете про вот это? Это, я считаю, это очень-очень огромнейшее упущение. И проще всего, я говорю, залезть в карманы к пенсионерам. Вот самые легко доступные слой населения, прослойка населения – это пенсионеры у нас в стране. Которых можно всегда обмануть, пообещать. И всегда можно отнять у них вот это. Да и то, что обещали, даже обещанное. И то, что уже даже законом уже, ну вы же сидели там, сидели, принимали, бюджет принимали. Сколько они, помните, его сидели, принимали? Месяц, два или три месяца, или полгода. Бывали такие моменты, помните? Приняли. Все, индексация. На индексацию деньги выделены. И даже суммы, друзья, я даже немножечко не помню, по-моему, от 10 до 30 миллионов, типа того, друзья. Ну как это так? Как же так? И то это копейки, это копейки. А я говорил в прошлом видео, как минимум 100, а то и 150 надо два раза в год. Индексацию пенсии. На пенсию добавку. Индексация. Все, заканчиваю. Спасибо большое вам. До следующих видео, друзья. До свидания.